Ребят, в курсе 6 мы с вами ничего удивительного не делали. Я напоминаю, что мы проходим курс Джанга 2 профессиональное изучение, но перед этим я хочу, чтобы мы с вами повторили азы. То есть, обратите внимание, сейчас мы с вами работаем с тем, что повторяем, что от чего зависит. В данном курсе мы с вами рассматривали работу URL. То есть, я хочу, что от вас добиться, чтобы вот эти азы, как URL вызывает представление, как представление вызывает модель, мы раньше с вами рассматривали. То есть, вот эти вещи у вас должны отлетать и быть очень твердые, иначе нет смысла переходить к более сложным вещам. Поэтому кому-то, возможно, это покажется скучным, но повторение мать учения. Что-то для себя, посмотрев в уроке, все равно возьмете нового, потому что много мелочей я рассказал. Посему URL, сейчас пройдем дальше, пойдем пройдем шаблоны, дальше немножко поработаем с частыми вещами, там увидите, да, а потом перейдем уже к более сложным вещам. Грубо говоря, все равно мы пишем представление. Я хочу, чтобы вы в голове уже могли представлять Django. Не так, что пишу, там смотрю справку, а именно, как создавать приложение. То есть, вы должны уже в голове прокручивать визуально, то, с чего начинается там создать приложение, где вы будете структуру проекта в голове представить. Дальше, как вы создаете модель, как вы создаете URL, как вы все это связываете, все это должно быть в голове. И это не должно вызывать никаких вопросов. Поэтому попрошу все равно отнестись. Ну, повторите вы 100 раз, повторите 101 раз. Это будет только лучше. В любом случае, надо нарабатывать. Ну, а для тех, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-tut.ru Получить доступ, нажать ссылочку, получить доступ, начать заниматься. Все, все получится, ребят.